Всем добрый вечер. Сегодня снимем маленький обзор как фраговать кораллы. Сегодня будем фраговать вот этот чалис зелененький, вот эту фавию. Но эта фавия будет в аквариуме фраговаться, я, наверное, не смогу снять. Так, что тут у нас еще? Вот эту рыбакаки, вот эту тарелку. Наверное, сегодня все. Других не будет, наверное, кораллов. Вот эти покажу, как я чалисы пилю на пиле. Вот такая пила у меня есть. С алмазным полотном. Прежде чем начать на ней работать, ее надо вскрыть. Это уже по моему опыту, чтобы не сломалось полотно. Здесь вот есть такой кожаный натяжитель небольшой, его надо смочить водой будет. Плюс прокрутить несколько раз пилу вручную, чтобы полотно немножечко расслабилось. Потому что полотно всегда в натяжку стоит, и из-за этого бывает частенько ломаются они. Ну, сейчас я смочу чуть-чуть водой. Просто полью сюда. Покручу рукой, покручу и попробую запустить. Сейчас пробный запуск. Будет очень, ну, она, в принципе, очень шумная. Сейчас запущу. Теперь все закрываем. И можно будет сейчас фраговать. Фраговать. Пила очень удобная. Конечно, просто так ее дома содержать не будешь. Покупать она стоит определенных денег. Но так как она у меня есть для чалисов, для СПС, в принципе, такая штука удобная. То есть ровненькие плашки можно на ней нарезать, кстати. Много чего можно сделать. Здесь контейнер для воды с регулировочным винтиком. Это подача. Все, его открываешь. Тут начинает потихонечку-потихонечку вода идти. Не видно. Но, тем не менее, она идет. Вступает на пилу. Вот сейчас видно стало. Вступает на пилу и пила смазывается водичкой. Отсюда она вытекает излишки. Поэтому она в таком лоточке стоит. Вот это подпорка для полотна, чтобы его не сломать. Но давить сильно нельзя. В любом случае, медленно. Как говорится, медленно наверно. Все, сейчас несу коралл. Будем пробовать. Вот такой вот я коралл принес. Это рыбакаки. Сейчас будем ему подрезать юбку. Как-то более аккуратненько, чтобы он уродски потом не выглядел в аквариуме. Хотя, в принципе, его не видно. Я буду срезать небольшую часть юбки, потому что мне много не надо. И заготовил уже контейнер с водой. С морской. И контейнер налил вверх тоже морской воды. Сейчас открою подачу. Подачу воды. В принципе, можно пилить. Надо подумать, как его лучше обрезать. Тут, в принципе, юбка вот такого формата. Камень меньше, юбка большая. Поэтому можно по-разному выпилить. Посмотрю, как поудобней. Так и пилину. Просмотрю. Просмотрю. Редактор субтитров. вот такую юбку я отпилил в принципе видно сейчас попилю на три части наверно чтобы было три фрага а получились три вот такие фрага у нас вот такие довольно таки хорошие жирненькие можно еще конечно распилить но не вижу смысла коралл выглядит вот таким образом теперь юбочка подпили но он зарастет очень быстро оторвал вот еще кусок конфуции такой крупный попили сейчас тоже тел поменьше отломить ну такая юбка огромная отвалилась ничего страшного покупателей нет на это коралл это я в подарок делаю фраги поэтому такие фраги большие я ставлю два фрага подарю одному и второму человеку пусть наслаждаются ну вот так это выглядит теперь в аквариуме в принципе не ущербно там большой фраг конфуции которые некуда положить вот этот чалюс рыбака не сказали что он так стрёмно выглядит этот зеленый я тоже подпилил кусочком юбку тоже особо ты ничего и по нему не скажешь принципе в принципе когда пилой пилишь очень удобно получается вот они эти фраги все теперь лежат напиленные этот соответственно буду в аквариуме аккуратно ножичком ему делать такой контур какую часть я захочу снять и потом подковырну сниму вот наверно на этом все всем спасибо всем удачи оставайте вопросы всем отвечу пока